Друзья, всем привет! Мы снова в Икее. Сегодня буду я руками, а Дима больше будет голосом. Так как с камеры ходить я не умею, то Дима камера, а руки я. 50-50. Окей, 50-50. Я думаю, у вас возник вопрос, почему мы никуда не бежим, и почему мы стоим еще и побеседовать с вами решили. В общем, провелимая статистика, даже непровелимая статистика, она уже сложилась из опыта. Ни для кого не для секрет, что у любого производителя неважно, это Икеа, Оби, Хофф, Леруа, вообще любой производитель. Вот даже если кто-то сыр домашний производит, один классный, другой не очень. Так и у Икеушки есть товары, которые не совсем мы рекомендуем к покупке. И, кстати, чтобы мы не были голословными, вы можете зайти в официальное сообщество, повторю, Икеа, там более миллиона подписчиков, ВКонтакте, и вот именно по этим товарам больше всего негативных отзывов, браков, дефектов. Короче, нашего с вами покупательского недовольства. Представьте такую картину, особенно девочкам это будет понятно, вы купили классное платье, охрененное платье, вы в нем звезда, но после первой стирки оно, зараза, развалилось. То же самое может возникнуть и с товарами для дома. Так что пойдемте, мы покажем ту выборку, которую... Но при этом, друзья мои, мы вас ни от чего не отговариваем. Возможно, наше мнение не совпадает с вашим, и вы скажете, блин, что они за пругородят, это реально классная вещь. У каждого своя эксплуатация. Даже у нас дома есть вещи, которые Дима терпеть не может, они ему совершенно не нравятся. Мне они нравятся, я с удовольствием ими пользуюсь. И, соответственно, наоборот, я терпеть не могу. Дима кайфует. Ну, если обзор удастся, мы сделаем как бы рейтинг, рейтинг будет. Ну да, кстати, есть же товары, которые... Потому что у нас еще не было такого еще обзора на именно вот топ худших товаров, можно так сказать, да? У нас все именно обзоры по товару и новинки. Ну да, мы рассказываем конкретно про товары и то, что новое вышло. Просто на самом деле мы каждую неделю привозим вещи на возврат брак. И, кстати, очень много сейчас, 90 процентов, наверное, возврата дадим. Люди сами приезжают в Нижний Новгород, допустим, из Саранская, там, из ближайших регионов, покупают этот товар, начинают им пользоваться. У них возникли проблемы с дефектом. Они не хотят мурыжиться с оформлением гарантии. Ну, не все, короче, это дело любят. Они сваливают это на нас. Вот. Поэтому такой возврат мы привозим все чаще и чаще. Так, ладно, не будем больше трендить. Пойдем показывать. Пойдем сейчас. Такое расскажем. Диван Свенста. Он вышел на замену дивану Сольста. Кстати, наверное, у нас уже он раритетный, да, Сольста, который у нас стоит сейчас уже не в офисе, отдельно, короче, убран. Он был, кто помнит, пошире, с подлокотниками. Ну, его хотя бы можно было апгрейдить. Кто не знает, есть в Питере, по-моему, даже сейчас сама Икея шьет классные чехлы, которыми можно обновить диван, сделать более интересным. Так вот, на те Сольста старенькие диванчики можно это было сделать. А вот на это, с трудом можно вообще назвать это диваном, покупают, конечно, мы стараемся клиентов отговаривать от покупки, потому что, ну, единственный плюс у этого дивана, ценник. Сейчас он стоит 4700. Есть еще второй плюс. Какой? Он состоит из двух частей. Матрас отдельно, каркас отдельно. Его, в принципе, можно увезти на легковушке. Даже на моем чемодане. Кто подписан на меня в Инстаграме, видели, на каком чемоданчике маленьком я езжу, даже в него умещается этот диван. То есть, понимаете, да? Вот это единственные два плюса. Все остальное, ребят, говно. Пойдем поближе. Говно. Ну, сейчас ты просто эмоции свои говоришь. Давай поближе покажем, в чем причина. Если бы у Сольста была бы сейчас в продаже. То лучше Сольста была бы. Да. Однозначно. Вот, смотри, давай. У меня рост метр семьдесят. Ну, сейчас метр семьдесят пять. Он маленький. Вот я сажусь, ребят. Ну, в принципе, он плотный. Вот если его... Куда я, Вадим, сейчас беру? Его берут сейчас в бюджетные клиентские зоны. Когда прям вот дешево-дешево. Ну, когда надо, но дешево-дешево. Для, например, поспать, часто клиенты спрашивают, а можно его как времянку взять? Ребят, нет, смотрите. Вот он раскладывается прям вот. Все. Мы Сольста показывали. Обзор по Сольсте есть на канале, можете посмотреть. То есть, это не вариант для сна. Лучше купить надувной матрас. Из минусов. У Сольста была более плотная ткань. Да. Кстати, Сольста был неплохой в эко-коже. Он, пусть он стоил восемь тысяч, но это был компактный диванчик с боковушечками, с хорошей верхушечкой. То есть, маленький диванчик. Он был взбитый. Взбитый, да. Ну, у этого, кстати, подушка все равно не проваливается. Ну, у нас Сольста со временем начинали проваливаться. Ну, низковатый. То есть, к столу вы его... Блин, нет ни одного стола рядом. К столу, на кухню, например, его часто спрашивают, не поставите. Это очень низко. И по ткани. Дим, пойдем, покажем ткань. Это, кстати, информация от наших подписчиков, ребят, от вас. Но подтверждена она в официальной группе IKEA России. Ткань со временем разъезжается. То есть, вот я понимаю, что на новом экземпляре я не покажу, но вот ткань, во-первых, растягивается. То есть, вот эта подушка никаким образом она не фиксируется. Ткань сама по себе, то есть, вот от того, что мы постоянно на ней сидим, да, даже вот, да, вот даже он, да, но он фактически новый. Его видно, что его собрали недавно, он еще не заерзанный, он не натянут плотно. Поэтому, ну, единственный плюс у этого дивана это цена. Все. И вместимость. И вместимость, да, даже в самый маленький автомобиль. Ребят, искренне не рекомендую. Ну, решать вам надо, не надо, потому что, допустим, у нас же есть обзор по диванам Грельста и кушеткам, да, вот этим бюджетным. Ну, блин, мы каждую неделю их привозим. Люди любят. Нам не понравилось, люди любят, поэтому у каждого свое мнение. Нет, смотри, давай опять же, ну, блин, слишком мы затянулись, конечно, на этом диване, но вот на примере Сольста мы постоянно их возили. Ну да. По три-четыре-то дивана еженедельно было. Ой, да ладно, даже газели битком прям набивали. Были клиенты, которые... 20 штук на кальянные. Да, то есть сразу кучей. Получалось, что тогда океевская доставка стоила очень-очень дорого, и люди обращались к нам, мы прям привозили целую газель битком, забивали. У нас умещался тогда 20, 25 диван у нас газели умещалось в текущую. А этот диванчик у нас, дай бог, раз в месяц будет. Ну да, кстати, вот мы его в феврале еще не привозили, в январе один диван был за весь январь. Но это просто ребята сами смотритесь. Друзья, мы сейчас только что с Димой говорили вот про эту линейку диванов и кушеток, наше мнение не изменилось, хотя мы их возим, они очень громоздкие, то есть вот этот диван идет прям целиком модуль, 80 килограмм, если я не ошибаюсь, двое здоровых мужиков с трудом его сворачивают. Ну, клиенты покупают, клиентам нравится. Дорого. За такое дорого. Сори. Не буду потом ругаться. Не надо, сейчас я отключу звук, я думаю, Дима это не будет вырезать, я забыла выключить телефон. Нет, кстати, мы сейчас пройдем по магазину, и с сегодняшнего дня у Икеи снизились цены на некоторые товары. На некоторые товары поднялись, на некоторые снизились. Поэтому кто, например... А в итоге все то же самое. Ну, если я хотела, например, купить этот товар, на него сейчас снижена цена, я сэкономила. А если я хотела купить товар, который с сегодняшнего дня цена поднялась, то, пардоньте. Ну, на качество суммы-то та же осталась. А, ну, если два товара сложить? Ну, блин, извини, диван, например, маленький диванчик, который стоил 8 тысяч, считай, стоит 8 500, и контейнер подешевел на 20 рублей. Ну, ни хрена разница не стыкуется. И за половника в Икею не ходят? Ну, в принципе, да. Кто же это только живет? Пошли дальше снимать. Друзья, вот такая настольная лампа с валет. Стоит на сейчас 369 рублей. Когда она первоначально появилась, мне она очень понравилась. Я сразу ее цапнула Аленке. Но как-то в процессе эксплуатации... Ну, не знаю. И опять же, да, плюс это цена. То, что за эти деньги не купишь. Из плюсов то, что она вся пластмассовая. Если ребенок ее просто лобушком о полушку дошибанет, то не пострадает. Да? Никто ничего не разобьется. В принципе, интересный дизайн визуально. Но, вот, допустим, Дима, это вот видно. Самый маленький стол. То есть, например, даже если я поставлю яркую... Хотя лампочка довольно-таки яркая. Яркую лампочку уроки учить мало. То есть, пучок света очень узкий за счет абажурочка. То есть, если бы он был вот чуть пошире... Чуть-чуть поясню. Сам световой поток на столик полностью не распространяется. Он освещает ровно половину. А столик у нас в посередине сколько? 75 сантиметров. Вот, смотрите. Около 30 сантиметров освещает. Пропадает. Да, радиус. Темновато. Хотя здесь, в принципе, ярко. Ну, вот 400 люмин здесь лампочка стоит. 400 люмин хватает для того, чтобы писать, читать, там мелочи какие-то делать. Ну, я бы, вот, если только вот утяжелитель сделал бы. Ну, да. Или металлический, или из бетона, как я люблю. Вот сюда вот не хватает вот этой части, потому что она на самом деле вот такая куртябистая. Ну, деткам ее берут. Опять же, повторюсь, это наше мнение. Брака по ней, кстати, не было. Ну, вот нюансы эксплуатации, что она все-таки такая очень легкая и не совсем надежная. То есть, ну, опять же, если сравнивать, за эти деньги можно взять. Ну, не за эти деньги, дороже. Лампа Терцал офигенная за 900 рублей, которая прям вот. А вот, кстати, покажи, вот поток из Терцала вот рядом, на соседнем столе. Чтобы мы не были голословными. То есть, при такой же лампочке, лампа Терцал дает за счет абажура больше поток света. Особенно, если лампа Терцала еще урвать по какой-нибудь скидке, последний раз на них скидки были 200 рублей, то вообще огонь получается. Так, ну, мы, у нас немножко другой обзор. Это мы вам показали сравнение. Заодно как раз, давайте посмотрим по кабелю. Вот, у меня претензии как раз есть. Вот, по одному виду из кабелей. Давай, я буду руками. Давай, давай. Я посмотрю, просто выход. Это Type-C, нет, Type-C вопросов нет. А вопрос именно к узкому, да? Да, микро, USB. Найдем, покажем. Свет. У стола Мики есть нюанс. Я не могу, конечно, отнести его прям к хреновому столу, но если пользоваться вот без этой подстилки, покрытие очень быстро выходит из строя. Облупается, трескается. А если вы, допустим, еще скотч на крае стола прилепите, хотя нигде это не прописано, что нельзя этого делать, просто отдирается покрытие. Вот просто, если вот это вот сейчас, допустим, начинать отдирать. Кстати, хороший пример, Патяна Павловна. Сейчас скажут, что мы что-то повредили. Ну, конечно. Только мы. Только мы вредим и гадим. Да. Друзья, табурет Мариус всегда всем своим клиентам, когда хотят его купить, пытаюсь сначала договорить. Скажите, да, неправильно, вы же на этом зарабатываете. Друзья, нет, но человек должен совершать понимание, с пониманием покупку не просто, что это удобный, круглый табурет, за недорого. Нет, друзья мои. Дим, покажи, пожалуйста, поближе. Ну, здесь либо пол неровный, либо так собрали. Нет, это ножка просто загнулась. Загнулась ножка? Поэтому потерялась плоскость. Ясно, окей. Смотрите, вот сама сидушка, потому что если я сейчас попой сяду, вы не поймете. Вот сама сидушка, я вешу 70 килограмм. Люди, которые весят, например, под сотку, этот стул просто раздавливают, хотя протестировано до 100 килограмм. Был у нас у клиента случай, у клиентки муж весит 110 килограмм, скандала было много по поводу. Дим, не надо меня так снимать. Да я так понял. Вот, то есть вот когда, например, человек с крупным весом садится, потом происходит пролом именно в местах крепления. Вот у него задумка хорошая изначально. Кстати, знаете, что с ним делают? Дим, помнишь, клиентка у нас есть одна, она постоянно их покупает, она вверх выкидывает, нахрен. Я уж не знаю, где она берет спил дерева, массив такой толстый сантиметров 10, покрывает его, старит и делает охрененные столики. И вместо 350 рублей столики она продает около 3000. Ручная работа. Поэтому, ребята, не рекомендую. И вот если сесть на него, Дим, вот это вот можно как-то показать? Давайте мы сейчас. То есть он гнется под попой. Шатай. Вот, он гнется под попой, на нем сидеть неудобно. Его можно держать как гостевой вариант, если вы гостей своих не сильно любите. У нас, кстати, один такой дома живет, но мы им не пользуемся. Не сильно мы им довольны. Друзья, гардероба ПАКС. Ну, не то чтобы совсем все плохо, но хуже стало, чем было раньше. Особенно по сравнению с Европой, так как подписчики сейчас вообще безумная благодарность, что вы нас смотрите, что вам интересно то, что мы говорим. В Европе более высокого качества остался уровень, хотя вроде бы говорят, что везется все с новгородской фабрикой. Но мы этого не проверяли. На производство, сами понимаете, нас никогда никто не пустит. Нам это не грозит. Вот. Какие нюансы стали? Гардеробы с трудом переживают сборку-разборку. Плюс моменты стали по задним стенкам. То есть, ну, более хрупкий материал. То есть ценник на ПАКС снизили. Кстати, вот по этикеточке можно заметить, что теперь цена ниже. Где ты нашел? А вот, да. Кстати, обращайте внимание вот на такие штучки. На некоторые вещи, на самом деле, адекватные, прям такое хорошее снижение. На некоторые нет. Короче, каркас ПАКС стал более хрупким. А вот ты недавно собирал большой гардеробный двухметровый. Более хрупким. Требует больше в затягивании и более четкости, да, при сборке? Ошибок уже не прощает. Да. Да. Если вы уже поставили полночка, желательно больше в другое место не перейти. Сильно не ворожать. Радуй, что пахаете хотя бы и вартерпит, не терпит изменений. И печалит то, что выводит ольгот всеми любимым. А хотя некоторые не хвалят его. Слышал информацию, что ольгот, наоборот, они... Ну, а мне он нравится. А там требует внимания. И умелых рук, чтобы ровненько все сделать. Ну, вот опять же, да, то есть получается, что... А то сейчас нас опять вне объективности обвинят. У любого товара есть плюсы, есть минусы. Если нормально с умом подойти к выбору, учесть все нюансы будущей эксплуатации, то проблем не будет. А если, а, мы купили, а потом разберемся, проблема будет всегда. Вообще, не важно, кто производитель, какой товар. Это то же самое, что матерчатых тапочек в лужу пижать и кричать, что тапки промокли, потому что я в воду залез. Я как мама малолетнего ребенка, Диме эти нюансы не понять. Есть у Икеи бюджетная линейка ковриков. Вот тот же Румет, например. Дим, покажи, какой тут девочковый красивый коврик. Это из железной дороги. Вроде бы они легкие, да, девчонки? Ну, это мужикам, потому что вряд ли интересно. Вот это вот резиновое основание. Его можно стирать в машинке. Это реальные плюсы. Но из минусов, если у вас дитё активное, как наша Алена, или у вас есть собака, Дим, иди сюда. Мне нужна большая камера. И вы хоть одну петлю выдрали, то есть он сразу лысый становится. Ну и со временем вот это вот всё затирание. Поэтому вот сейчас, например, по течению трёх лет использования коврика с дорогой, вот такого, я его уже не рекомендую. Я понимаю, конечно, он свои деньги отработал, да, но вот по уму я лучше бы взяла что-то из более дорогой линейки. И он бы прослужил гораздо дольше, чем там через полтора года он стал неопрятным. А сейчас, через, по течению трёх лет он стал вообще никаким. Друзья, линейка консис, как бы я не любила пресс для чеснока, то ножом я вот таким пользуюсь, но я недовольна им. Объясню, почему, Дим. Вот этот ролик очень быстро выходит из строя. И, соответственно, не зажимая до конца вот эту шестерёнку, и разбалтывается. Нет, давай я скажу. А, да, с технической точки зрения мужчин вылучшат. Вот эта часть, сама режущая часть, вот она уже сейчас люфтит, а со временем этот люфт увеличивается. Соответственно, вот это тоже крепление со временем разбалтывается. А переделать его, перетянуть, если бы здесь был шурупик, наверное, чтобы можно было подтянуть. Можно молотком за это подбить ее, но это всё равно надолго не поможет. И из-за этих дефектов, то, что, во-первых, люфт большой ножа и разбалтывание вот этого механизма. Он перестает открывать. Вот эти шестерёночки между собой не сходятся и прокручивается нож. Не рекомендую. Ну, при этом есть нормальный ножик из Икеи 365. Да, он работает как часы. 8 лет, по-моему, подкопите немножко денежки и возьмите подороже. Она же точка. С ней всё хорошо, кроме того, что не совсем благоразумные покупатели. Я не смогу этого сделать, я боюсь ногти поломать. Не, не, не будешь. Ну, я не буду это открывать. Пауза. Я всё-таки открыла. Ногти живы. А вот этот точильный камень очень часто неблагоразумные покупатели тырят. Поэтому обращайте на это внимание. Это не минус, но и плюс он тоже не является. Если бы вот это было как-то в плёнку, например, запаковано, то никто бы его... Просто, просто уделять внимание. Да, потому что вот совсем недавно подписчица с Дальнего Востока писала, что она заказала пять штук, и все ей пришли без ножичка. Потому что так же обычные живые люди, сотрудники, логисты собирают, и никто не будет осматриваться, есть там этот камушек или нет. И возвращать обратно, она говорит, целый геморрой проще. То есть человек как бы выкинул деньги на ветер, и не хочет сейчас связываться с возвратом. Но опять же, это личное её дело, хотя можно было бы заморочиться. Мы тут чай с Татьяне объяснили. Да. Дима, сначала технические моменты. Мой любимый штопор-одиалистка. Я вино не пью, поэтому я на эти моменты внимания не обращала. А Дима здесь обратил внимание не особо давно, и, кстати... Да нет, я постоянно этим пользуюсь. Нет, я не алкоголик, я раз в месяц люблю хорошего вино попить. Просто подписчики, на самом деле, обратили внимание. Короче, стали периодически приходить клиенты или подписчики просто писать и жаловаться на этот штопор. Я понять не могла, говорю, в чём причина. Пока мы сами тут, Дима, открыла бутылку своего гранатового вина, и поняли, в чём причина. То есть, когда мы в штопор вставляем в пробку, так как здесь очень короткий ход, вот если, например, сравнивать с более дорогим из Икеи 365, смотрите, какой здесь длинный ход, и какой здесь ход короткий, и получается, что пробка достаётся не до конца, а потом нужно каким-то волшебным образом. Или докручивать надо будет, или вытаскивать руками. А руками это вытаскивать тяжело. Особенно если это девочки, да? То есть, это как бы минус такой, который хотелось бы, чтобы чуть-чуть доработали. А так вот сам, именно по плотности материала, с ним всё хорошо. Он металлический весь. Ну вот, ну чуть-чуть. Ну, так что, опять же, рекомендуем, 365. Вот это классный. Он откроет в любом случае и до конца. Потому что спираль, она уже сама её вытащит со временем. Да, сам механизм хороший. И, ну, вообще, как бы, вот эти... И, кстати, вот мы, да, чтобы выглядеть голословными опять, нож из Икеи 365. Мало того, что резиновые ручки, все удобные элементы. Нет такого люфта у колёсика. У тебя возготовление другое просто. Другая сталь. Другая сталь, более плотная сцепка. То есть, вот этому ножу вообще нифига не будет. Поэтому я считаю, лучше доплатить 120 рублей, там, 130 и пользоваться. Ещё хочу сравнить вот эти две вещи. Пойдём. Вот этот нож. А вот этот я? Заодно. Вот это я тоже вообще не люблю. Вот, смотрите, у Икеи есть три ножа для чистки овощей. 130, 150 и 200 рублей. Если брать их от меньшего к большему, то получается самый дешёвый, самый херовый. Я не знаю, почему некоторым он нравится. Я его терпеть не могу. Он, во-первых, крутится. То есть, когда вы его берёте и чистите картошку, он у вас гуляет. Гуляет весь. Разваливается очень быстро. Тупится. Начинает ржаветь. Ну, эти ножи я искренне не рекомендую. Я их не люблю. Хотя петереска из этой серии за 80 рублей. Офигенная. Ну, для этих... Ну, так как, понимаешь, петереска-то просто разведывается. Но петереска-то не каждый день. Вот. Дальше. Нож вардоген. Здесь тоже крутится. Возможно, опять же, да, повторюсь, это моя особенность. Мне нужна жёсткая фиксация. Здесь тоже, когда ты чистишь, она прыгает. Ну, плюс посадка ручки. Ручки неудобные. То есть, пальцы быстро вот... Ну, устает рука. Нет. Во-первых, плажные руки. И почему тут эта пустота? Для чего? Какой она функционал несёт? Да никакого. Я не понимаю. Она очень неудобная. И при этом есть охрененный за 200 рублей с резиновой ручкой, совсем монолитным, с вырезанием глазков. Здесь, хотя тоже есть, но здесь более острое вырезание глазков. Но мы... Объясним. Вот это Жигули, это Мерседес. Всё, ребята, вот так. А разница в цене... 50 рублей, да? 50 рублей, да. Вот лучше такой. Ну, Татьяна Павловна, жги. Так, у меня прям сразу три товара. Вот часто стал возникать брак вот по этим крышкам. То есть, хвостик прям отламывается. А это из-за того, что платик, наверное, от низких температур становится более жёстким? Нет, у человека дома лежит. Дома? Контейнер. У нас на этой неделе брак мы привезли. Прямо сновья у девушки в руках отвалилась. И подписчица с Краснодара писала. Я просто stories выкладывала по этому поводу. Она писала, говорит, ребята, у меня то же самое. Она хранила орешки, по-моему, что ли, в такой вот квадратной баночке. Она говорит, что стал дакставать, и у меня одно кровоотреснуло. Не, ну почему я так сказал, что хрупкость пластмасса? Из-за самлы. Самла в отрицательных температурах становится очень каменной. Хрупкая прям, да. А тут как раз другой пластик. Так, друзья мои, термосы. Вот такой есть у Икеи классный термос, казалось бы, да? 450 рублей, пол-литра. Есть ещё такого бордового цвета. Летом выходят зелёные, разного цвета. Всё бы хорошо. Пол-литра. Но тепло держит не заявленных 6 часов, а силы 2 часа. То есть мы тестили, у нас все термосы икеевские дома в ходу. Классный был этот, блин, забыла, на В назывался, на литр 600. У нас он есть. А сейчас его вывели. Вот у этого термоса, ладно, хрен с ним не держит температуру. Вот этот термос можно эксплуатировать только вот так. Если вы его вот так положили, начать капать. Это особенность. Да, у нас был очень большой возврат, по-моему, по этим термосам. Да, у нас, во-первых, были претензии, у нас заказывали. Как раз на гендерные празднички. Да, заказывал театр в подарки. И потом очень возмущались, что всё-таки ценник не маленький, тогда он тоже стоил где-то под 500 рублей, что вот нельзя его перевернуть, потому что это логично, да, вот термос храню, как хочу, но он текёт. И не особо давно девушка приходила, прям очень недовольна была, она покупала гулять с ребёнком. То есть девочки знают, что такое, когда уходишь на 2-3 часа, и к холодное время года, допустим, нужна тёплая вода. Она говорит, я кладу в коляску, и у неё весь термос потихоньку за 20 часа от прогулки выкопал. То есть вся водичка теклась. Это браком не является. Я не знаю, почему, может быть, есть другие термосы, не икеевские вы сталкивались с таким, просто у нас дома только икеевские термосы, это вот единственные, которые, зараза, течёт не в ту сторону. И ещё вот такая вот термокружка. Тепло держит, ребята, классно. То есть вот в плане тепла вообще нареканий никаких у меня нет. Всё закончилось. И на этом всё, да. Но механизм у неё очень похож вот с этим. И, ну, представьте ситуацию. В пакет туда положили документы, либо папка для документов. Ну, вот так редко кто ставит. Ну, короче, хранить тоже только вот таким макаром. Ну, опять же, это больше, может быть, автомобильный вариант. Там есть так вот поставить. А если где-то он у вас перевернётся... Стаканник «Газель» на торпеде не позволяет из-за стекла лобового поставить вертикально. У нас есть только боковые. То есть я ставлю вот так, и у меня всё текёт. Прям даже не вот так, а вот слегка под углом, и у меня всё текёт. Хотя я её люблю, я с ней часто езжу. Ну, вот так. Но. А вот этот классный. Новый за 850 рублей. Если ещё будет по акции, когда вы вообще ловите? Здесь две чашки в комплекте и контейнер по вкусняшке. Дима так посмотрел, про вкусняшки не знал, да? Можно прятать. Конфетки прятать можно. Друзья. Хотите подарить врагу? Вы знаете теперь, что дарить. Дима все секреты скорот. Короче, вот такие салфетки-панно. С одной стороны яркие, красивые. Каждый раз выходят разные цвета. Но за разу впитывают в себя пятна все. Отмыть их на грани фантастики. Они были какого-то, я не помню, светлого цвета. Мы дарили Диминой маме на праздник, к столу, вместе ещё с чем-то. Это вот единственный наш подарок, который она буквально через две недели вытянула. Потому что они стали грязные, и в них вот спиталось всё. Хотя вот их берут часто оформители, как какие-то настенные панно можно использовать. Не более. Не более. Как салфетку от слова совсем не рекомендую. Окей, до хрена. Вот, Дим, покажи. Вот ряд из натуральных материалов. Вот ряд синтетических. Выбирайте. Попкой ешь. Но только не эти. Только не эти. Вот они кусочки говна, которые мне стоит брать. Дима. Это правда. Мы про этот ковёр рассказывали уже. И когда маленькие коврики снимали, и когда большие снимали. У нас живёт дома бежевый. Сразу возникнет логичный вопрос. Почему не выкиньте? Девчонки, ну вот. Или мальчишки, да, у кого возникнет такой вопрос. Ну, купили, пользуемся. Куда его теперь одевать-то? Жалко. Я хорёк в этом плане. Мне жалко выкидывать. Короче, основья он классный. Пушистый. Ребятишкам хорошо. Но вот буквально совсем немного времени проходит. То есть вы по нему топаете. Да, топаете, топаете постоянно. Ворс, во-первых, залысивается в одну сторону. Обратно вы его поднять уже не можете. И он всегда вот такой помятый. Плюс. Из него ужасно вытряхается мусор. Вы его будете пылесосить, пылесосить. Потом трясти, трясти. Всё равно с него летит. Он как будто вот его ест одним местом. И ещё огромный жирный минус. Жаль, его до сих пор не исправили. Здесь вот эти края ползут. То есть они не до конца закрыты. Они не окромлены. И вот элементарно, да, представляете, ситуацию идёшь. Вот так задел дома. То есть углы лежат, как хотят. Загибаются со временем. Я вам это уже сказала, и вот эта нитка выдёргивается. То есть он лысеет. Блин, ну не стоит он этих денег. Возьмите вот, либо новый. Кстати, он даже по тактильному ощущению более приятно. Это вообще классно. Во-первых, офигенно пылесосится. Вот нельзя, всем, кому мы рекомендовали вот эти коврики, с удовольствием им пользоваться. Мало того, что их можно стаковать между собой, без швов практически. Смотрите, какой у них утяжелённый край. Почему нельзя у тех сделать то же самое? Нет, он не утяжелённый, а прошитый. Ну, утяжелённый, вот он согнутый. Всё. Или вот, Олерг Слев. Его мыть даже можно. Я такой маленький в машинке стиральной стираю. Он тоже окантован. Дим, смотри, видишь, со всех сторон к нему нет нареканий. Из него хорошо всё вылазит. Да, он тоже со временем приминается. Но, во-первых, он дешевле. Он дешевле, если я не ошибаюсь, почти на 200 рублей. Он дешевле. И с ним никаких проблем, никакой мороки нет. Друзья, я думаю, вы обратили внимание, что IKEA уже третий месяц распродают просто не два ла. Каждый месяц разные. Так вот, ну, два ла тоже я бы не совсем сейчас. Хотя раньше я их очень сильно любила. А может, качество другое было? Нет, хотя дик в Пакистане. Качество? А, да, кстати, старая белая простынь двала у меня более лучше, чем вот, которая текущая. Была партия казахстанская. Сейчас вот смотрю на голубых Пакистан. Все я не пересмотрю. Которые были больше. Ой, вот в группе IKEA России ВКонтакте эта информация вот так. Выше крышечки. То есть вы, например, покупаете 90 на 2 простыни, она у вас там чуть ли не на метр двадцать натягивается. Ну и плюс у двалы она очень сильно собирает мусор. Вот иди сюда. Это можно даже здесь посмотреть. То есть просто ворсинки с воздуха, да? Вот черненькая. Вот, да. То есть и все это липнет. А если у вас есть кицинка или собачка, вы на эту просто оплюетесь. У нас они дома есть, честно. Я брала голубые по скидке детям. Но стараюсь переходить на Ульвида. Мне Ульвида больше нравится с цельной ниткой. Очень хочется, чтобы IKEA выпустила какую-нибудь альтернативу. Чуть побюджетнее, допустим, Ульвида, но подороже, чем у меня. Или в том же диапазоне, как Двала. Ну да, кстати, обращение к подписчикам. А вам интересно ли бы выпустить обзор с товарами, которые... Качество товара ухудшилось? Опять же, по вашим отзывам, мы же... Мы, кстати, все вот эти инфы... И не то, что плохой товар, который мы не рекомендуем, а тот товар, который был раньше хороший... Ну, например, хороший гардероб, был раньше охрененный и ушибаемый. Сейчас он сыпется и рушится. Татьяна Павловна, вы пулемет. Дайте сказать мне, пожалуйста. Закончить мысль, дайте человеку. Ё-моё. Ютуб показал в одном из роликов скорость речи. У меня 160 слов в минуту. Пулемет. Пошла я, все, ушла. Закончу мысль я. Если вам, подписчики, интересна данная тема и узнать товары, которые с качеством... У которых качество ухудшилось, пишите. Мы сделаем для вас специальный обзор. Да, собираем из всех закромов информацию. Да, ну почему? Мы сами прекрасно знаем. Ну, конечно. Зачем собирать какую-то информацию, если мы знаем о товаре? Нет, мы подтверждаем еще информацию сами для себя, удостовериваемся, собирая отзывы. А их много. Их много. А что здесь далеко? Опять же говорю, опять в притчевоязыцах, зайдите в группу Икеа России. Вот все написано на стене и далеко ходить не надо. Так, подушки. В обзоре про подушки я уже рассказывала вам, мы рассказывали вам про подушки Хэмптон. И ксарок благо вывели. Ребят, год. Не больше эти подушки живут, дальше они просто комкуются. Стирать, сразу скажу, пустая затея, трата времени. То есть, это все вот в один комок превращается. И, короче, вот так. Ну, у нас у Алены такая подушка. Мы ее меняем где-то раз в полтора, наверное, года. Третью мы ей уже или вторую мы ее купили, не помню. Ну, по причине того, что ребенок, в принципе, на подушке не спит, она у нее чисто номинальная, имеет функцию валяния на кровати. Поэтому смысл переплачивать? Не вижу. Друзья, мы в отделе свет. Я сейчас буду только руками, а Дима – голосом. Ну, вот, давайте, ребята, начнем. Из всех кабелей, которые представлены в продаже, Type-C Lightning, претензий нет, они хороши. Я пользуюсь Type-C. Да. Ну, в этой семье кабелей, да? Кабелей. Да, есть гадкий утенок. Это micro-USB. Так как у нас техники с таким выходом очень много, и у меня дома таких четыре кабеля. Ребята, полгода работы этих кабелей, и ломается вот этот замочек. Давай я покажу. Давай, вот. Треугольнички. Вот, вот это. Давай, вот. Оно маленькое, вот это. Вот, ребят. Вот эти хвостики. Нет, диагонально мне покажи. Вот так? Нет, вот ровненько. Еще вот. Вот так. Вот. Вот, все, вот. Вот эти треугольнички, которые торчат, да? Я никак не нафокусируюсь. Вот. Вот замочки. Вот эти замочки, да. Они со временем, по каким-то странным причинам, необъяснимому, они туда внутрь падают. И, соответственно, не фиксируют крепление. Ну, и техника не может заряжаться. Вроде бы казалось 250 рублей, но если посчитать, да, и так часто они выходят из строя. Мне каждый день гораздо чаще, чем за каждые полгода, потому что я одну партию сменил полностью. Четыре кабеля новых купил, думал, своя ошибка. У этих возникло то же самое. А то это уже самое. Мы еще не обращались по гарантийному. Меня даже спрашивали, меня тогда обратилась ли я со своим шкафом Бадмаргон, у которого отслойка пошла. Нет, он уже второй год моим пользуется, так с отслойкой шкафа стоит. Не до себя. Бадмаргон не рекомендую. Другие достойные. Покупайте в специализированных магазинах. Вот у меня Type-C это? Да, это Type-C. Мне очень нравится. Я и в хвост, и в гриву моему кабелю, вот как он появился, сколько, я не помню, уже в продаже, мне очень нравится. У него достойная оплетка. У всех кабелей, кстати, как? Нет, ну вот у нас аирподсы, вот мы заряжаем им, претензий нету, нормально все. Ну, блин, этот стоит 900 рублей, а этот стоит 250 рублей. Ну, они Lightning сам по себе очень дорогой кабель. Да, вот это... Да, аналоги есть и на рынке дороже. Ну, вот это счастье, ребят. Вот что-что, но, ребят, вот это говно не берите. Почему? Во-первых, обещаю. Ты хотел ее купить? Я хотел, но передумал, и не буду никому советовать. Возможно, он и по звуку хороший, но... Невозможно, хороший, мы же ее тестили для себя. Нет, нет, по данной ценовой категории есть аналоги с более лучшим разлучанием. Профессивный? Нет, не профессионально, зачем? Более чистым звуком и по ватам больше. За такую цену. Плюс... Более мощные? Это от сети. 21 век, ребят. Есть очень известная компания из трех букв, которые у нас две колоночки, да? Джи Би Эль, да. Джи Би Эльки. Они как бы коннектятся. Между собой офигенно. Вот какие-то мероприятия мы по Сибири, например, проводим. Да, то есть это очень удобно, когда в большом помещении фоновую музыку, через телефон, держит аккумулятор. Восемь часов она у себя. Повередник даже с собой никуда не берем. Очень мне нравится. И дождик они выдерживали. А я вот, кстати, не знала, что она только от розетки заработает. Тоже от розетки работает. Но это дорого. И между собой не коннектится. Заявленная мощность 42 ватта. Это мало, да? Это большой. Она 8 тысяч стоит. Джи Би Эльку за эти деньги можно хорошие взять. Ну да, сейчас устаревшая модель куда-нибудь может дойти. Но если вот как мне, например, я не гонюсь за техникой, не гонюсь за там поколением и прочим, я Джи Би Эльку лучше даю. Ребят, вы не видели IKEA. Не вижу вот этого счастья в этом части. И, кстати, как ни странно, когда они появились, ни одного заказа по ним. А ты посмотри. Потому что они только представлены выставкой. Где ассортимент? Ну, возможно, они на этом. Чтобы их не утерили на фуллсерфе. Это что, вроде бы можно в карман положить? Подключики, а? Прокомментируйте. Не знаю. Или куда это тебе? В жилетах можно спрятать? Так ты вот здесь эстетично. Но опять же, вот это вот, ну блин, у колонка 8 тысяч. Дожди, ну она вот это снимается штука. Вот, давайте покажем заодно. Вот. Динамички. Ой, какие маленькие. Не, ну у Джи Би Эльки такие же. Да? Так как же вроде заверяют, что IKEA это очень качественный звук. Мы включали это, но... Мы в Турции тестили для себя. Есть аналоги, намного с интересным звуком и дешевле. Ну, то есть, это как, о чем я и говорила в начале обзора, каждый сам решает. Нужно с головой к покупкам подходить. А то она нам опять скажет, что... Ну, ну смотри, опять. Она, ничего, она хорошо пойдет в вставку в коллакс. Да, кстати, она как эстетика, да? Это единственный плюс. То есть, ее поставить... Если вы хотите, как в интерьер вписать. Ретро. Да. Она вставляется в коллакс. Потому что, например, если человек какой-то ретро-стиль создает, ему Джи Би не пойдет. Эту тогда можно поставить. Но не ждите от нее вау-вау-бум-бум-бум. А если хотите качество и автономность? Нет, не оно. А теперь Татьяна начнет. У нас много этих разделителей. И вот эти, кстати, часто заказывают. Но, опять же, всегда стараюсь отговорить. Ну, если, например, говорят, что мне там куда-нибудь детях убить ради бога. Флюнк 4 штуки. Самый обычный дешевый картон. Тонкие, мягкие, гнутся. У меня прожили 2 недели. Пришли вот в такое вот эстетическое безобразие некрасивое. Быстро все вот здесь это поотваливалось. Друзья мои, вот сейчас Тиена черного и белого цвета. Всего 200 рублей за 2 штуки. Смотрите, какая она плотная. Вот наши Тиена в офисе зеленый и синий. Года 4 точно. Эксплуатируем мы ее в хвост и в гриву. Во-первых, она более вместительная. Сорян. Флюнкс. Мелче. То есть сюда гораздо больше бумаг поместится. И нифига не экономно получается. Икей, просто уберите с продажи и все. И не позорьтесь. Да, вот я не рекомендую. Вот реальный уровень фикс прайса. Вот эти вот штуки, где все по одной цене. Чтобы не было для вас сюрпризом, кто давно пользуется икеевскими роликами, намотка стала меньше. Имейте это в виду. Ценник снизился, но и намотка тоже. Потому что последний раз приходил клиент, ездил сам, по-моему, в Москву, принес и кидает мне ролики на стол. Я говорю, и? Заберите, отвезите в вашу Икею. Я говорю, здравствуйте, Икея не наша. А что случилось? Роликов намотка стала меньше. Я рассчитывала на одно, то есть там гостиница или, да, то есть как бы у них определенный расход. Вот, так что, чтобы для вас сюрпризом не было, ролики стали меньше. Друзья, вот такая ущерезка появилась у Икеи относительно недавно, и появилась она взамен. Все помнят, и все, кстати, многие по ней страдают, пишут постоянно, вдруг у нас где-то загашниках есть. Нет, друзья, нет. Помните, была черная стерка с контейнером, офигенная, немножко под углом. Вот. В общем, суть в чем? Это уже Димин такой затык. Дима профессиональный повар, воров, наверное, бывших не бывает. Сразу скажу девочке, ну уж дома не готовят, так что не завидуются. Почему? Я себе готовлю. Себе готовят индивидуально. Я, может, никому не знаю. Смотрите, значит, терка стоит с трех частей. В чем нюансы? Давайте по частям разберем ее. Вот эта терка у вас получается, да, для нарезки... Ручной слайсер. Ручной слайсер? Как, знаете, встали. Я профессиональный, профессиональный в этом, не знаю. Фиксируем, и... Если увлеклись... Дима, почему ты говоришь, что сюда попадут, они не попадут, они выше. Ну, разверни вот так. Просто тебе стопа, вот. А-а-а. Там уже что-то сделает. То есть, если вот таким образом тереть, есть риск стереть... Нет. Часть... Вот микрочастицы, пластмасски, могут попасть вам в организм. Вполне. То есть, могут стереться. Ну, раз на это внимание обращайте. Не рекомендуем. Рекомендуем. И сама... Подожди, это овощерезка. Что-то я ничего не понимаю. Терка 290. Это отдельно? Нет, это... Ее теперь еще и отдельно, что ли? А где она? Ее нет отдельно. А, да, смотри, она теперь еще и отдельно стала. Ну, давай, скалец фасонский. Покороче давай. Да, подожди, сейчас. Что-то я запуталась. Сейчас нам Икея предлагает вот такую альтернативу той терке, которую у нас забрали у всех. Вот так ей пользоваться вполне удобно. То есть, у нее двойной нож. Ну, как у вардогена. Вот так. Да. Но... Нет, кстати, а не получится. Смотри. Режущий элемент. А, есть, есть. Да, да, да. Да, да, да. Просто мне это отражение в другую сторону. Да, так можно. Ну, вообще, Икея рекомендует пользоваться ей вот таким образом. На контейнер. Это опасно, ребят. Очень опасно. Можно без рук остаться. Вардике из-за безопасности, но горизонтальное движение руки... Короче, ну, верните вы нам старую, добрую терку за 300 рублей черную. Ну, классная же реально терка была. Нам много не надо. Нам много не надо, да. А вот это заберите себе. Это заберите. Либо, друзья мои, покупайте вот такую за 119 рублей. Здесь вот этот ручной слайсер. И три вида. Наверено времени. На точке, как хотите. Если вы хотите терку, да, там, для... Вот как я использую для сыра. Я ни разу не пользовался. Ну, мне нравится. Для сыра вот просто в тарелку, в сковородку. Я сыру вот на этой трогу. Она удобна. Во-первых, у нее, видишь, вот этот край металлический. То есть ты не соприкасаешься. У Димы что-то упало. И вот всегда можно, держа. То есть вот этой, ну, не знаю. Они просто стоят одинаково. Я лучше вот такой вардоген выберу. Вот. Дальше пойдем. Как бы подведем итоги. Не используется горизонтально вот эта терка. Есть только вот так. Под углом. Ну, это наше имхо. Если же их хотите красиво. Типа, пойдем. Да? Друзья, ну вот и все. Мы заползли в живые растения. Очень их люблю. Но тяжеловато они приживаются. Поэтому у кого как, мы стараемся их себе вообще не брать. Ребят, понравился ли вам такой вообще, да, вариант обзора? Мы это сделали пробно. Нашли вам... Ну, не нашли, как бы указали вам на минусы, но и на плюсы. При этом дали альтернативу, что можно купить в Икеа подобное. Ну, более высокого качества. Соответственно, повторюсь, уже третий раз за обзор решать вам, что покупать, чем пользоваться, тоже решать вам, никак не нам. Мы можем дать вам только рекомендацию. Рекомендацию, да, с точки зрения нашего личного опыта. Вот. В общем, ждем комментариев, потому что формат новый, интересно. Стоит вообще такое делать? А то, может быть, оно, в принципе, никому не интересно. Снимайте новинки и снимайте точечные вот по конкретным товарам. Будем с удовольствием с вами общаться. Да. Мы это любим. Да. Ну, пока скажи человек. О, все, пока.